здравствуйте мои хорошие мои любимые территория мукалит мармсад сегодня поход в парикмахерскую как вы пишете ой я так хотела сделать что-то с этим обалдуем о ваши слова на голове обалдуем я вот 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 плюс один точно так что сейчас идем исправлять это положение еду к своей любимой парикмахерш к парикмахеру красиво и в кадре органа находится в общем не там парикмахерская сейчас будет у нас с вами кофе латте навсегда предлагает и несколько часов когда тебя никто не трогает мама мама ильяна а где сливки время в парикмахерской люблю потому что там можно просто посидеть и тебя никто не дергать это время для себя я в парикмахерской меня красят и мажут посмотрите как сегодня лампы подали с клубничкой ложечки конфетки у меня лучший парикмахер если вы не знали лучше меня облагородили ну стало теперь лучше а балду ушел с головы а вы знаете у меня здесь рядом парикмахерская с кадре орган и я хотела вам на минуточку показать как у нас уже включили фонтаны на пруду здесь в кадре орги как здесь вообще зеленый красиво на минуточку смотрите как здорово думала что вам покажу много-много цветов здесь вообще высаживают прямо такими клумбами а еще рано здесь только-только все сходит здесь тюльпаны видимо да то есть цветов не покажу солнечные часы вот у нас впереди а это пруд здесь уже включили фонтаны так пруд называется лебединый из тоже везде цветы будут еще не зазеленела все все равно красиво погода чудесная вдыхайте здесь очень хорошо пахнет очень свежо из такие как балкончики смотровые давайте здесь вдыхайте вдыхайте весь водой пахнет хорошо птицы вам здесь чайки как все зазеленеем вообще это называется лебединый пруд и всегда много лебедей жил а сейчас как-то последнее время не очень я их здесь вижу этот парк кадре орга там кадре орский дворец и еще повыше президентский дворец и домик петра 1 где мы с вами недавно были здорово правда даже брызги в экран полетают чувствуете на лице капельки следы чувствуете вот там карусели качели карусели а ты вот спроса заехал показать вам на минуточку парикмахерская тут рядом а это наши солнечные часы экскурс закончен дома нету молока и картошки совершенно вот сейчас заедем наверное с мужем магазин и тогда следующая встреча на с вами будет покуда чудесная весна к теме о яйцах возвращаемся самая дешевая теперь не 80 центов как обычно 69 даже было центов а евро 29 евро 79 вот говорит девушка что поднялись вчера все майонезы на 50 60 процентов центов центов подняли все а яйца это вообще что-то такое эти 99 сроду не стоили конечно на 60 центов больше стоил то 40 и яйца все евро 79 евро 99 евро 95 еще и красным типа дешево 2250 допрыгались мы вернулись из магазина были в максиме цену про яйца разговор про яйца и майонез слышали даст продавщицы мы на 60 центов 50 60 центов выросла за ночь цена на обычный майонез пакетики по 49 центов по жизни были сейчас они там 99 евро елки-палки может вообще так что прошло но это я прям не знаю это прям уж в общем что купила обзор но все стараюсь мало купить из как-то мне не очень получается и поехала макс но в лидл что-то охладила я и чуть не как-то все не тянет даже как вот так чтобы максим сейчас покажу что купили обзор обзорщика уже один не явился обзорщик ну что начнем с кошачьего корма тогда раз ты пришел садись на стульчик иди сюда ко мне иди иди сюда зрители хотят с тобой обозреваться иди сюда ко мне да вот ты пришел будем делать обзор будем смотри значит что у нас здесь есть всякое у нас тут есть кошачий корм евро 90 для стерилизованных вроде тут котов где-то было написано в общем они все это перед побешевле евро 29 вроде и вот эти все вискосы евро 20 с рыбой все взяла три пачки то есть всего 5 пачки кушай не хочу куш а что все а зрители просят чтоб с тобой обзор делать и куда ты куда все вот так а вы говорите вот и пожалуйста вам курицу взяла на 6 евро девяносто одно центу грей цент гриль целая сразу же готова кристина помогала мне лук вынуть что-то он развалился весь сейчас мы посмотрим его цены цветную капусту дела будет картофельная перец цветной капустой и сейчас у нас стоит цветная капуста 2 евро 49 центов за килограмм все наши цены в евро это я на всякий случай для свежих подписавшийся крови свеженькой 89 центов бананы килограмм вот вам лидл все такое ничего подобного в нем очень кстати в лидлит дорогие бананы вот пожалуйста нам просто сказал преподаватель тренер чтобы бананы с собой взять за сцену потому что в день выступления там знаете день такой суматошный длинные усталый если на чистые на новые костюмы брать не знаю колбасу жирных или блины со сгущенкой представлять что будет со всем макияжем и с костюмами поэтому банан и чистая вода вода мне понравилось смотрите как хрустальный бутылки с удобной дык с узкой красотища хрустальный потом помою и буду с ней ходить сполосну так кстати футболку на сказал преподаватель тренер чтобы взять на ребенка любую футболку купить отрезать ее по швам и так вот как знаете как передник визажист или парикмахера чтобы макияжного наводить но я взяла здоровую футболку за 4 евро в максим были в магазине максима кстати картошки набрали французская картошка 2 евро 49 центов за пакет здесь два с половиной килограмма вот хорошая картошка вот а вот этот корм почему-то у нас коты вдруг безумно полюбили и так едят его вообще они едят у нас я смотрю все подряд неплохо три пучка редиски взяла 39 центов салат из редиски со свежими огурчиками огурчики пупырчатые такие прямо школицы но они еще цена конечно них 3 евро 49 центов за килограмм но сейчас свежие огурчики до среди сочкой зеленый лук взяла на 90 центов несколько упаковок и такую тарелочку еще с зеленью значит здесь евро 38 тут и лук и укроп и петрушка вот это все цветная значит это будет такой салат на ты что лидишь ко мне обозревать тоже нет никто не хочет а почему ты не хочешь обозревать капустка свежая евро с чем-то там за килограммы посмотрите какая она вся такая зелененькая прямо из нее конечно и салат и все ой что-то я какой-то набрала с землей ну как всегда сахар сахар на всякий случай килограмм дома чтобы был 59 центов у нас килограмм очень там как сказать небольшой выбора кстати большой выбор разных сахаров даже по евро с чем-то есть и обычный вот такой и много его я к чему много не то что там пустые полки сахаром у нас все прилично все есть вернулся вернулся яйца евро 29 с яйцами да ну вы поняли да меня я там магазине это конечно то есть это цена чума чечи по 3 евро там за эти яйца это была не случайность теперь норма евро 29 ни о чем вообще раньше такой на рынке было на прямо такой резкий скачок и видите продавщица говорит что на 60 центов подорожал мэн и так что ты натворил что ты натворил вот пустите вот пустите да вот корм уже ты свалил видишь тут какая модель сидит а ты все только балуешься коты в твоем возрасте вон чем занимаются подрабатывают моделями модели надо стать кошачий так дальше молоко молоко не подорожало 49 евро центов все тут в порядке ну что ты хочешь что ты хочешь думаешь что-то выгорит тебе да что-то выгорит может и выгорит евро 59 был кетчуп вот этот любимый я его люблю только со скидкой но теперь вы знаете тут такое киев скидки не поймешь где что но не поймешь до марки зулечка здесь даже сесть негде один компьютер второй компьютер то нас с вами нет в ремонте же все а вот камеру муж забрал уже пришло сообщение он съездил забрал я отвечу на ваши вопросы сегодня там несколько вопросов есть так все будет по порядку да будет по порядку будет порядок или нет в доме 2 евро девять центов булочки это чтобы так вот испечь утром быстренько накануне чтобы кристина в школу самостоятельно она совершенно самостоятельно собирается уходит учим учим их самостоятельность да будет руководить вами скоро но смысле котами имел ввиду так евро 49 мировой это плавленый сыр с креветками креветок там много хорошенькие такие креветки сегодня были кстати гриль креветки в готовом отделе кулинарии по 17 евро а так дорого что мы ничего не взяли да дальше еще булочки взяли еще в чеки ванильные маркиз не балуйся пока с подписчиками не балуйся 4 евро 19 центов пакет замороженных был большой здесь целый килограмм необычно вот эти маленькие пакетики знаете а вот такой ванильных булочек накануне и утром вам пожалуйста ребенок может выпить какао идти с утра мучного немножко можно дальше я уже смотрю что не были овощи на ужин чуть-чуть там фруктов или творог виноград без косточек 2 евро тридцать девять центов за коробку взяла 2 это мы сейчас с кофе виноград косточек хороший темный такой хороший косточек нет так лук сейчас у нас с вами развалится лук и покатится по полу чувствую я так как надо было все еще вот эти в сифоне сливки евро 99 на всякий случай иногда в кофе чуть-чуть иногда вот на фруктовый салат как я вам показывала но но уж говорить зачем это типа химия там эти да вот эти взбитые сливки шахимоза типа такая в этих банках да наверно почему необычные я им объясняю если я возьму пачку обычных их там на 200 грамм или 400 все равно ты взобьешь целую пачку правильно ну если из 400 половину то есть там и получается тогда это взбитые сливки с фруктами уже а я бы хотела чтобы это было много фруктов и так вот чуть-чуть вот из этого баллончика и все чтобы это было но поменьше как бы потому что когда взбиваешь такие сливки неизбежно что получается наоборот сливки и фрукты а мне хочется так пшик ну а там гора фруктов и нечего нечего тут сливки 3 ну и лук лук был 36 евро центов за килограмм хорош такой и в общем эти самые сливки евро 99 так общем я вам все вроде показала но не особо много-много опять я все про свой эксперимент получится у меня мало покупать или не получится ну не знаю так но сейчас чек по традиции 59 евро 71 цент был вот этот общий счет а теперь ответы на некоторые вопросы чаще всего задают вопрос про глазик у маркиза почему у него такой вот один глазик тот кто смотрит нас давно знает а тот кто недавно рассказываю сотых в общем когда он был котенка мы взяли его из простого дома из простой семьи недалеко от таллина и у него уже тогда у котенка был какой-то глазик такой но что слезился то как будто он был воспаленный и мы его взяли этого котенка и начали бегать по ветеринарам очень много бегали по врачам лечили капали ветеринары там без конца то смотрели то выписывали кита лечение но ничего не помогло последний врач сказал что очень быстро прогрессировал это воспаление и невозможно было спасти глаз но ему это совершенно не мешает он говорит и знаете это заметно это ему совершенно не мешает хулиганить доме баловаться всем характер потрясающая так это да вот нам просто не удалось я думаю что спасем что сможем и взяли такого нет не помогло очень-очень люблю потрясающий совершенно характер хороший очень добрый это был первый вопрос и еще вопрос и и второй вопрос был прогул про камеру и вообще на что я снимаю и что я еще еще спрашивали что я собираюсь покупать потому что телефон у меня разбился ну выпал значит отвечаю прогул про чем она мне не нравится и я практически никогда на нее не снимаю почему вот эта самая камера я очень радовалась и была счастлива когда мне подарили на день рождения над совершенно крошечная у меня hero 9 девятка 10 вышла вроде но это предпоследнее теперь получается тогда она была на тот момент последний 9 black вот это значит что мне не нравится а не нравится мне в ней то как она снимает смешно да плохо снимает а вот плохо снимает я ее относила сейчас не в ремонт скорее на консультацию к технику зала в магазин по гарантии пыталась объяснить что мне не нравится мне не нравится у нее шумы то есть какие-то вкрапления что ли не то что вкрапления что что-то в самой камере а как будто бы вот какие-то кадры они неестественные во-первых цвет нехороший цвет это но и вот это вот зашумленность мне не нравится шумов много слишком темные фотографии слишком какими-то странными контрастностями идет видео но мне сложно так объяснить на например и я вам делать не буду сейчас это на на мало кому интересно вот это вся эта блогерская тесть техника да ну вот мне не нравится что когда я снимаю с обычного телефон вы спросите чего я вообще снимая снимаю со своего телефона у меня samsung galaxy s 9 плюс уже несколько лет два года у меня да вот и вот с этой хотели мне подарить домашние мои сделать сюрприз они действительно сделали этот сюрприз я была счастлива что тут херу 9 black но вот то не нравится мне не понимаю я может быть она просто не для блогерства эта камера может быть она такая экшен камера для каких-нибудь там знаете крепишь на шлем на велосипед и по горам может быть вот она там хорошо было что стабилизацию держит у нас шикарно но цвета цвет и качество видео все какое-то темное все какими-то вкраплениями шумы какие-то не знаю я отдала говорю что может быть я просто не умею ее настроить и что-то не так вам не пусть техник проверит и техник проверил он сказал что абсолют и еще это одно и еще ужасный звук звук вообще он как подушку причем задняя камера с которой я снимаю звук глухой а вот этот передняя как бы да если открываешь пакет там он там шуршит так что он забивает все что ты говоришь ну то есть всяких тут детали много со звуком дрянь я это все описала рассказала техник сказал что звук такой потому что она водонепроницаемая и это норма для такой камеры что она там бурчит если вы хотите хороший звук значит нужен внешний микрофон а для того чтобы был внешний микрофон у него вывода грубо говоря здесь нету то есть надо менять корпус чтобы здесь была такая прорезь дырочка для тайп си что подключить сначала такую перемычку потом сам микрофон потому что у них штырь место они тайп си не бывает микрофон общем здесь очень очень долго не знаю интересно вам или нет но вы просто спрашивали так вкратце то есть менять корпус подключать внешний микрофон все такое весь проводах там ну или по блютуфу то будет садится батарейка всего в общем короче вот и само качество видео но техник посоветовал что типа ну для gopro это нормально что зеркалки снимают лучше я бы меня телефон снимает лучшек и зеркалки что но может быть там битрейт надо настроить и все такое ну попробую еще раз можете выйдет может нет но не знаю не знаю но во всяком случае может под водой снимать или единственное вот но как-то пойти окунуть камеру в воду тоже как-то мне стремно я не знаю хотя я видела девушку спа который сферу 9 она все время это в воду его так я вот так берешь и в воду без защитного корпуса без чехла бы все прямо в воду камеру за сумасшедший день ну попробуем вот а планирую я купить не знаю я мечусь между айфоном 13 про макс немножко держу в голове выход 14 осенью айфона и samsung galaxy s 22 ультра вот все время сравниваю их смотрю блогеров тоже какой лучше какой хуже чем там лучше что стало лучше хуже но вот сложно не знаю есть свои плюсы свои минусы в айфоне нету промежуточного остановки кадра во время видеосъемки то есть если вы нажали на старт она у вас идет в самсунге можно поставить на паузу и продолжать видео снимать дальше потом одним грубо говоря кадром получается что вам практически там монтировать ничего не надо но это такие блогерские вещи уже как бы вот там вот в айфоне этого нету потом мне не нравится селфи камера в айфоне там тоже свои есть детали и немножко режет края края телефона режет руку 13 фон и кстати и двенадцатый и десятый как-то так данная почему у дочери и у дочери друга вот эти вот все айфоны я там пробую и но единственное что у него потрясающая стабилизация у айфона но наверное в самсунге последнем флагмановском с 22 ульта тоже наверно не дурная ну в общем такая дилемма здесь не прекращать закулисье вот это всего здесь монтажа и съемок это конечно отдельная история отдельный мир и даже то что вы вы смотрите на экране то одно как бы да вот этот выход этих видеофильмиков а то что это там за кулисье она достаточно такое сложно еще кстати дай дорогое вот этот думаю про этот galaxy s22 ultra у него значит я хочу чтобы у него было максимально этой памяти там на 500 гигов а у айфона у них есть терабайт 1 вот это тоже минус самсунга ну вот не знаю посмотрим я в раздумьях надеюсь я ответил на ваш вопрос а еще мы с маркизом хотим поблагодарить всех тех кто нажал на сердечко под видео и поддержал канал тем самым сказал нам с маркизом спасибо за видео и конечно отдельное спасибо еще своим спонсорам дорогим я вас всех очень люблю спасибо вам всем ну а сейчас мы с вами прощаемся подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки не забывайте всего вам светлого доброго хорошего хорошего настроения позитива хороших эмоций мыслей солнышко в душе конечно и до следующего видео пока пока а